Друзья, всем огромный привет! С вами Геленджик Лайф. Виктория и Михаил тут рядом. Мы сегодня начинаем нашу прогулочку. Вечернюю набережную Геленджика с моря мы вам показывали, а утром мы еще с вами не плавали. Давайте отправимся в интересное путешествие. Михаил уже готов. Вперед! Нас ждут великие дела. Рано утром, в 7 утра, мы погнали вон туда. Отходим с вами от берега. Вода сегодня прозрачная, классная. Жалко камеру с подводным боксом не взяли. Ну так хотя бы. Попробуем вам передать эту безмятежность море. Сегодня оно просто мега супер спокойная. Водичка, кстати, подостыла немножко. Вчера она была 29 градусов, сегодня немножко попрохладней. Яхточки стоят. Красота! Отличное утро! Что может быть лучше начать день с таких вот интересных физических упражнений в виде гребли на сапе. Гидроциклы стоят на причале. Может быть даже нам повезет, и мы сегодня увидим дельфинов. Мы их, кстати, давно не видели, хотя выходим довольно часто по вечерам в бухту. В бухту они практически не заплывают. Может быть, это связано с тем, что здесь очень много судов. Может быть, связано с тем, что здесь нет рыбы. Не знаю, но, тем не менее, дельфинчиков давно не видели. Может быть, сейчас увидим. Красотища! На пляжах еще, знаете, такое спокойствие и безмятежность. Народу немного. Утром люди обычно, конечно же, спят, потому что не все могут встать рано. Особенно туристы, которые приехали, например, отдохнуть в Геленджике или глипозно. Видите, практически никого нет на пляжах. Хотя вот на солнечном берегу и на приветливом я вижу, что люди все-таки есть. Здорово! Ну что, будем помогать Мише грибсти. Вот, не прошло и 10 минут мы уже доплыли до пляжа «Приветливый берег». Горы сегодня красивые такие, в дымке. Кстати, в Геленджике можно всегда увидеть закат, но, если вы не знали, в Геленджике никогда нельзя увидеть рассвет, потому что солнце встает из-за гор. И в итоге рассвет мы не видим здесь, в нашем городе. А зато в Геленджике самые красивые закаты, и вы об этом знаете. На нашем канале большого количества видео с красивыми закатами Геленджика. А вот сейчас Михаил нас потихонечку повезет, а мы поплывем дальше. Что, рулевой халяви, да? Рулевой сегодня в роли оператора. А знаете, когда город открывается с другого ракурса, очень необычно его смотреть с такой стороны. Обычно мы смотрим его с набережной, ну, максимум от берега, около моря. А когда ты выходишь в море, подальше от берега, то город открывается совершенно с других, не знаю, сторон. Ты видишь ту красоту, которую не видишь с набережной. Нам кто-то писал, что вода в Геленджике грязная и плохая, купаться здесь нельзя. Купаться нужно везде с умом. Вода в Геленджике прозрачная утром, практически на любом пляже, куда бы вы ни пришли, в 7 утра, вода будет идеально кристально чистая и всегда будет радовать вас своей прозрачностью. Ну, а, конечно, если вы придете в час пик, когда еще дует ветерочек южный в сторону берега, то, конечно, тут уже море может преподнести разные сюрпризы. Конечно же, ни одно купание не обходится без того, чтобы Миша не нырнул с его любимого камушка. Так что мы сейчас с вами будем лицезреть этот интереснейший процесс ныряния с камня. Пляж Солнце перед вами. Ну, мы его называем пляж Ёжик. Давай, ты плыви туда. Не-не-не, ты не надо насапи-то. Я хочу тебя издалека снять. Плыви руками. Руками? Да, давай. Переодеться. Классно, вода прозрачная. Все, арибедач. Ну, давай. О, давай. сидишь так качаешься на волнах вообще классненько но сегодня у нас дует нордовстик небольшой видите море спокойное но так чем дальше от берега отплываешь тем больше получается ветер дует не туда поплыл водичка вообще обалдет да да я покупаюсь а теперь я загораю аика плавает как водичка там горячее горячее нет просто классно градусов 27 наверное потому что постыла немножко может 26 нырять будешь за улитками за всякими явствами гадами дельфином а теперь лежу на пляже шучу не на пляже а на сапе классно то что если возле берега достаточно грязно и мутно бывает то можно отплыть подальше искупаться русалочка самое классное что утром если рано выйти то не сгоришь я уже не знаю третий или пятый раз уже сгорел за все это лето каждый раз что-то жестко мы обгоряем на солнце мы уже добрались до лог солнечный до пляжа наслаждаемся морем могу сказать что конечно круто здесь я думаю следующий раз если у нас все получится мы постараемся выйти в сторону толстого мыса возможно даже в открытое море все зависеть будет от погоды сейчас дует норд-ост как я уже сказала и ветер довольно быстро относит от берега так что приходится прикладывать некоторые усилия чтобы держаться ближе к берегу ну и конечно же все равно поражает утром спокойствие на воде вот такой вот расслабленность классно конечно очень море теплое супер давай кофе кофе на сап есть кофе в постели есть кофе на сап вот нам водонепроницаемый бэк пришел на 20 литров заказывали вот жилеты еще пока ждем но опять же конечно жилеты необходимы если вы будете уходить далеко от берега в сторону открытого моря это в принципе ваша безопасность поэтому каждый решает сам нужен он или нет но я советую наверное все таки если вы уходите куда-то далеко в путешествие в морское то обязательно одевать мало ли всяко может быть даже у человека который очень хорошо плавает бывают всякие приключения чтобы этих приключений не было лучше одевать спасательный жилет если вы куда-то далеко уходите даже плавая в открытом море от холодной воды в открытом море вода холоднее чем здесь будет может включиться судороги сам я один раз такое испытываю ничего приятного но чтобы не прониковать конечно лучше прониковать спожили доплыли с вами до голубой волны виднеется аквапарк золотая бухта еще там только стоит инструктор пока еще он закрыт время 8 метра а мы двигаемся в район гидробазы быстро получается миша старается гребет катает мне водичка чистая здесь можно искупаться но мы плывем вон туда отсюда видно этот весь шикарный домик как на ладони смотрите какой набережная наша красивая все почти прикрыли или сказать точнее подошли все-таки по морю ходят сеточки стоят здесь что-то ловят по моему здесь ферма миди если я не ошибаюсь но это не точно ну волна покачает немножко сейчас решили мы доплыть до конца набережной до района гидробазы вот гидробаза здесь находится и здесь начинается уже сам тонкий мыс за мариной находится пляж они вру после вот марины вот перед мариной вон там он пляжик находится за марина если пройти туда будет подальше до кривой пирс и уже будет открыто море супер по телефону можно подумать что скорость как у моторной лодки да на самом деле мы очень быстро сюда дошли буквально за 40 минут это включая там наш небольшие остановки для того чтобы поснимать видео вот уже виднеется наш пункт назначения а вот мы добрались до гидробаза смотрите миша стоит и видно все дно ногу даже видно все полностью песочек классно сейчас искупаемся здесь поедем обратно а сейчас расскажу вам в том числе почему я использую сегодня перчатку он очень сильно укусил меня за палец своими клешнями сейчас я крябика освобожу и покажу вам палец свой я думаю что насквозь прокусил свои клешни очень большой крупный экземплярчик у нас новый член команды поплывешь с нами он не хочет пускать ему не нравится ему не нравится ему не нравится саббор ты его подальше от саббор а то он я покажу сейчас почему я в перчатках прокусил немножко лишь насквозь четыре дырки у меня две пока две дырки ну не насквозь но синяк будет в норд-ост возвращаться домой так себе смотрите какая волна идет разворачивается вода кстати теплая классная но вот ветерочек поднялся немножко так не очень приятно двигаться может стихнет потому что против ветра идти довольно трудно но выкинул здесь там там может я пока их тоже так собираюсь ну сейчас тут бога из фильмов про море я запомнила только одно что корабль должен держаться носом к волне, чтобы не перевернуло. Ну, в принципе, мы так и делаем. А еще, если большие волны, то можно свесить ножки, и тогда никакая волна не будет страшна, потому что САП становится более устойчивой. Будем двигаться дальше. Ну вот мы и на берегу. Двигаемся к дому. Любишь кататься, люби и САПу носить. Идет себе такой крутой САП несет. А вон там машинка неправильно припарковалась, нарушив правила парковочки на воде. Кстати, это полноценная яхта, просто вот сделана в виде машины в автомобиле. Прикольно смотрится. Особенно круто, когда она плывет через бухту на скорости. Давайте машинку поближе покажу. Классно. Нам осталось по улице красивой подняться вверх и дойти до дома. Сдуваем мы его дома, около консьержной, там же и накачиваем. Потому что его размер 3,85, и в итоге он, разумеется, никуда не пролезет в собранном виде, в надутом. Ну а с вами, как всегда, был Геленджик Лайф, Виктория и Михаил. Всем хорошего настроения, отличного дня, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, друзья, и не забывайте, что впереди вас всего ждет еще много интересного на нашем канале.